Здравствуйте! Давайте мы с вами решим следующую задачу. В правильной четырёхугольной пирамиде S-A-B-C-D точка O – центр основания. S-вершина S-O равно 15, B-D, B-D – это вся диагональ, она равна 16. Найдите боковое ребро S-A. Итак, для начала давайте мы с вами подумаем, что нам боковое ребро мы можем найти из треугольника. Во-первых, все боковые ребра правильной четырёхугольной пирамиды равны между собой. То есть мы можем написать, что S-A равняется S-B, равняется S-C и равняется S-D. Далее мы выберем тот треугольник, который нам удобнее рассматривать. В данном случае я хочу выбрать треугольник S-O-D. Итак, рассматриваем треугольник S-O-D. Что нам известно в этом треугольнике? Мы знаем, что высота S равна 15, и мы можем найти D-O. Почему мы можем найти D-O? Потому что D-O это половина диагонали D-B, а D-B у нас с вами 16. Значит, мы напишем, что D-O равняется 1 вторая D-B и равняется 16 поделить на 2, то есть 8. На чертеже мы отмечаем 8. И теперь мы рассматриваем наш треугольник. Я его подштрихую, чтобы было лучше видно. Высота идет под прямым углом, поэтому мы можем применить теорему Пифагора. Как выглядит теорема Пифагора в нашем случае? Квадрат гипотенузы, то есть S-D квадрат, равен сумме квадратов катетов, то есть S-O квадрат, прибавить O-D в квадрате. Получаем, С-D квадрат равняется 8 в квадрате, прибавить 15 в квадрате. Значит, S-O это 15 в квадрате, прибавляем 8 в квадрате. Отсюда S-D квадрат равняется 15 квадрат, это 225, прибавить 8 в квадрате, это 64. S-D квадрат, 225 плюс 64, это 289, а это 17 в квадрате. То есть, извлекая корень, мы получаем, что это 17. Корень из 289, это 17. Ну, а поскольку S-D и S-A одинаковы, то S-A тоже равно 17. Спасибо за внимание.